Ну что, друзья, я понял. Вы хотите стать лучше. Вы хотите начать одеваться стильно. Забив в поисковике мужской стиль, вы получите миллионы результатов. И вы будете перегружены всей этой информацией. Но с чего начать? Не переживайте, сегодня я вам расскажу. Первый шаг для прокачки вашего стиля. Итак, мне часто задавали этот вопрос, особенно на интервью. Антонио, каков первый шаг, который могут сделать мужчины, чтобы начать стильно одеваться? И задают вопросы в духе, нужно ли покупать костюм, сколько на него нужно потратить, как подобрать наряд, и они хотят, чтобы я рассказал, как одеваться вещь за вещью. Все это, конечно, хорошо, но не с этого нужно начинать. Мужчина должен начать отсюда. Он должен знать, кто он, чего он придерживается. Ему не должно быть наплевать. Если вам все равно, если вы не знаете свои цели, что вы представляете собой, тогда все строится на ложных представлениях. Ведь если вы носите костюмы, но не знаете, зачем вы их носите, вы не сформулировали посыл, который хотите донести. И вы думаете, о, все носят костюмы, и я ношу. И так же с уличным стилем, или более повседневным. Неважно, какой стиль, вы не способны его поддерживать. Вы просто носите костюм. Но когда вы одеваетесь для себя, когда вы понимаете, что у вас есть амбиции, например, вы хотите пойти в фотографы, вы подумали и решили быть свадебным фотографом. Значит, вам нужно одеться профессионально и подобающе своей нише, где это будет. В Остине, Техасе или в Портленде. Ваш вид может немного отличаться, и вы можете это использовать. Я не знаю ваш посыл и какие у вас цели, но я знаю, что если вы начнете одеваться изнутри, в таком случае у вас будет получаться. Я не хочу, чтобы вы пошли и потратили кучу денег на что-то, что не соотносится с тем, кто вы есть. Я хочу, чтобы вы потратили деньги на те вещи, которые вы будете много носить, которые будут помогать вам донести ваш посыл, открывать двери возможностям и давать о вас представление. Этого парня зовут Саймон Синок, и он говорит о золотом круге, включающего в себя три концентрические окружности. Внутри располагается почему, далее как, и затем что. Большинство людей начинает с вопроса «что». Они думают, что нужно надеть для… «Так, мне нужно надеть костюм, потому что я иду на собеседование». И затем они думают о том, как носить этот костюм. И проблема в том, что они носят костюм, а не то, что они обычно носят. Они устраивают показуху. Как по мне, реально становятся запоминающимися мужчины с настоящим стилем. Когда мы начинаем с вопроса «почему?», и затем идет «как», и только потом «что?». Итак, почему? Может быть, вы художник, вы открываете свою первую студию, вы готовитесь к первой выставке. У вас 20 картин, и вы думаете, как одеться. Ну, большинство людей делись бы согласно выставке. Но вы нет. Вы понимаете, что вдохновлялись с Альвадором Дали. И думаете, я обращусь к его стилю. Я не буду копировать усы, но я оденусь в ретро-стиле. Может быть, вы большой фанат стимпанка. Добавьте это в ваш стиль. Даже несмотря на то, что это нетрадиционно, вы можете немного отклоняться от норм. Вы все так же будете одеты в стильный костюм. Вы будете выглядеть как профессионал, костюм с иголочки, но с ноткой стимпанка. Таким образом, как и что строится на «почему?». На том, что в вашем сердце, и на том, как вы хотите одеваться. Так как же влияет желание одеваться для себя, одеваться в ответ на ваше «почему?», одеваться в соответствии с вашими мечтами. У вас будут силы для преодоления невзгод, для обхода препятствий. Как, например, вы учитесь на инженерном отделении, но не самый лучший студент. Но вы хороший студент. И тут ваше заведение посетила компания и решила провести интервью. Вам нужно быть готовым. А вы уже чувствуете себя лучше, потому что прилично одеты. Вы знаете, как выделиться. Вы пройдете тест лучше. Вы знаете свой стиль и каким хотите быть. Вы одеваетесь согласно своей мечте, даже если вы отличаетесь от других студентов. Некоторое время от времени будут подшучивать. «Эй, для чего ты нарядился?» И знаете что? Они не будут такими веселыми, когда вы будете более подготовленным. Когда настанет момент внезапного собеседования. Вы будете отлично выглядеть, покажете себя самого, а потом и свое портфолио. Конечно же, вам придется трудиться. Но работодатели скажут, нам нравится, как этот парень себя показывает. Мы можем нанять его. Это не несет большого риска. Вы знаете свою мечту, куда хотите идти, и одеваетесь соответствующе. Шаг номер один. Вам не должно быть все равно. Будьте мужчиной, который знает, каким он хочет быть. Одевайтесь таким образом, чтобы донести миру свой посыл. Когда я одеваюсь утром, я одеваюсь для своей жены. Я хочу ей нравиться. Я одеваюсь для своих детей. Я хочу показывать пример. Я одеваюсь для бизнеса. Чтобы создавать на людей правильное впечатление. Задумайтесь о послании, которое вы хотите донести миру, каждый раз, когда вы одеваетесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!